МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Республиканской клинической больнице опробовали специализированную диагностическую станцию. В чем ее уникальность, смотрите в выпуске. Вместо предъявите документы, цветы и поздравления. Сотрудники госавтоинспекции Махачкалы вооружили стюльпанами, чтобы удивить и порадовать женщин за рулем. Поезд остается в Дагестане. Боец Муслим Магомедов сохранил титул чемпиона Лиги НСА. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячного пособия на детей от 8 до 16 лет включительно. Решение главы государства прокомментировал министр труда и социального развития Республики Абдурахман Махмудов. Размер такой выплаты зависит от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. Напомню, в Дагестане размер прожиточного минимума на ребенка составляет 11 499 рублей. Семья, претендующая на получение такого пособия, может получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нужной необходимости в пособии той или иной семьи. Поручение главы государства очень своевременно. Такая материальная помощь нуждающимся семьям будет существенным подспорьем. Духовенство Дагестана обратилось к предпринимателям Республики с призывом не завышать цены на жизненно необходимые продукты. Председатель Муфтията Мухаммад Майранов в своем обращении подчеркнул важность проявления милосердия и доброты друг к другу в тяжелое время, которое сейчас переживает наше общество. Мы видим, какие тяжелые времена переживает все наше общество. И в этой связи многие недобросовестные предприниматели наглым образом завышают цены выше необходимого, тем самым очень сильно усложняют жизнь всему населению. Муфтиат Республики Дагестан призывает каждого, кто имеет отношение к продажам, не завышать цены выше необходимого. Да, времена нелегкие, но облегчая ситуацию для населения, продавая товар по доступной для людей цене, вы будете людьми, которые помогают людям, помогают обществу тяжелые минуты, и в вашей торговле будет благодать. Имам Бухари приводит слова пророка Мухаммада, в которых говорится, да простит Всевышний Аллах грехи тому человеку, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал что-либо, когда покупал и когда требовал свой долг. Дорогие братья и сестры, не завышайте цены, не будьте причиной усложнения жизни для населения, и тогда будет благодать от Всевышнего Создателя вам, вашим семьям и вашей торговли. Тем временем власти Дагестана объяснили рост цен на купленные до санкции товары. Заявление опубликовано в Телеграм-канале Министерства экономики и территориального развития. Предприниматели не продают по старым ценам продукцию, закупленную до санкций в отношении России, поскольку вынуждены учитывать будущие траты, говорится в тексте. Закупать следующий товар им придется уже по новому курсу. Также люди начинают массово скупать товары, и с учетом возросшего спроса продавцы повышают цены. При этом в ведомстве считают, что со временем ситуация наладится, и торговля будет идти в прежнем темпе. За решеткой из-за нелегального пересечения границы. Для Ратинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух иностранных граждан. В мае прошлого года они незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Нарушители были задержаны, свою вину признали полностью и в содеянном раскаялись. Судом назначены наказания в виде лишения свободы одного сроком на один год и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, а второго сроком на один год и три месяца. Гуманитарную помощь отправили из Каспийска в ДНР и ЛНР. Многотонную фору загрузили товарами первой необходимости. Это теплые вещи и продукты. Вода, мука, сахар, рис, детское питание и хостовары. Первая партия более 10 тонн была отправлена в конце февраля. В этот раз помочь беженцам решили депутаты городского собрания и представители бизнес-сообщества. Около 20 тонн необходимого груза отправилось в Ростовскую область в сопровождении сотрудников МЧС. Посыл и позыв Каспийска по сбору гуманитарного груза жителям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в Украине. Общественность города, депутатский корпус, предприниматели, просто жители откликнулись на наши просьбы и самостоятельно несли, звонили, куда принести, что принести. Ну и вот образовалась у нас такая вот помощь. И к другим темам. Социальные работники Минтруда Дагестана в Дербенском районе поздравили своих подопечных с Международным женским днем. 8 марта они посетили многодетных матерей, которые находятся под опекой ведомства. Подробнее об этом расскажет Асель Манапова. Святые поздравления и подарки. 8 марта все женщины мира получают знаки внимания от своих близких и родных. В Дербенском районе соцработники посетили заслуженного учителя России Любовь Суменкову. Обладателя президентского гранта «Лучший учитель России» и медали за доблестный труд. Молодой девушкой после Пензенского педагогического вуза Любовь Ивановна попала по распределению в Дагестан. 50 лет она проработала преподавателем во второй школе поселка Маметкала. К тому же воспитала троих детей, которые тоже работают педагогами. Тогда же как делали, положили, как на экзамене билеты, вытащила в Дагестан. Вся наша группа, 25 человек в Красноярский край, пятерых в Дагестан отправили. Боялась, ехала, потому что я в Дагестане имела представление, по Кавказскому пленнику Толстому, как жили на Кастыре, сидели во время вот этой войны, шевеляю в Астане, да, в яме у них, там, в ауле. Я очень сильно, в самом деле, боялась. А когда приехала, распределили Дербетский район, в министерстве. Навестили сотрудники Минтруда и Кизгаид Аруджбекова из села Белиджи. Женщина воспитала девятерых детей и имеет статус матери-героиней. Также она вдова ветерана Великой Отечественной войны. После войны в КГБ работал муж. Сколько лет? Наверное, 20-30 лет. Когда начинал? 57-й год рождения, год приехал. До сих пор работал, да, 87-й год работал в КГБшнике, в Дербенте. А остальные я не знаю. На войне, до куды дошел на войне, где воевал, не помните? Да, он говорит мне всегда, Польша воевала, Германия воевала, границы. Это Ашхабад, в афганской границе работала. А ветеран труда Ахред Пермагомедовой из села Митаги Казмоляр воспитала 12 детей. Она является кавалером ордена «Материнская слава» трех степеней. Награждена золотой медалью. В данное время один из внуков Ахред Пермагомедовой в составе российских войск участвует в военной операции на территории ДНР и ЛНР. В это нелегкое для страны время она желает всем мирного неба над головой. Я желаю всем женщинам в первую очередь быть счастливыми и умными, чтобы все женщины воспитали своих сыновей так же, как и я воспитала. Здоровья всем! Асель Манапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербенский район. Место просьбы предъявить документы – цветы. Сотрудники ГИБДД в Махачкале таким оригинальным образом поздравили с Международным женским днем автолезии всех женщин города. Каждой даме 8 марта вручали тюльпаны и открытку с поздравлениями. Помимо цветов, полицейские дарили женщинам улыбки и желали всего самого наилучшего. Девушки были крайне удивлены и рады такой приятной остановке на дороге. Единственное в своем роде. Специалисты Республиканской клинической больницы опробовали специализированную диагностическую станцию. По сути, это автоматическое рабочее место врача-рентгенолога со специализированным набором инструментов для просмотра исследований с любого диагностического оборудования, в том числе УЗИ, МРТ, МСКТ, ангиографа, которые организованы с учетом современных технологий. В Дагестане пока нет аналогов подобного оборудования. Данная система удобна тем, что она обладает набором профессиональных инструментов для диагностики. Она масштабируема, в нее достаточно быстро вносятся изменения, добавления новых инструментов, под веяние современной диагностики изменяются, вносятся новые алгоритмы. Построена она уже на новых современных технологиях, которые позволяют намного быстрее открывать исследования, делать построение 3D-моделей, реконструкции и пользоваться соответствующим инструментарием. Оборудование очень удобное, широкоформатная станция, очень удобное использование 3D-моделирования, сенсорный экран, можно без мышки, абсолютно удобно и быстро пользоваться всеми новыми технологиями. Здесь очень удобно, что можно посмотреть со всех сторон в любом формате, и в 3D, и с 3D-трекированием сосудов. Любым сердцем можно очень удобно смотреть. Это, в принципе, новое оборудование, которое представлено только нам, которое мы только, в принципе, учимся, но, я думаю, нам очень понравится. Мы можем использовать абсолютно любые модели в каком угодно формате. Новую мечеть Халимат Хаджина 240 прихожан открыли в Дербенте. Компактное и уютное здание построили во дворе центральной городской больницы. Красиво не только снаружи, но и внутри помещения, где созданы все условия для богослужения мужчин и женщин. Молельный зал оборудован системами отопления и кондиционерами, а в коридоре установлен теплый пол. На торжественную церемонию открытия пришли представители духовенства, руководители города и района, а также простые горожане. Появление мечети стало возможным благодаря инициативе одного из местных чиновников. Все расходы, связанные со строительством, взял на себя заместитель главы Дербентского района Гаджимурат Абакаров, который совершил богоугодное дело в память о своей матери Халимат, ушедшей из жизни в прошлом году. Когда моя мама болела, лежала в больнице в городе Махачкалы, как раз там во дворе была мечеть, очень удобно было заходить делать намаз. Увидев это, я сразу сделал там намерение. За короткое время, я вам скажу, месяцев 6-7 строительством этого мечета занимались. Так как я раньше занимался строительством разных объектов, и мечеть это не первая, которую я построил с помощью Всевышнего Аллаха, с помощью мастеров. Но получилось так, что ускоренного так построили, алхамду лиллах. В Духовном центре имени пророка Исы в месяц Рамадан проведут крупные коллективные ифтары для жителей городов и районов республики. Об этом было сказано на собрании имамов региона, которое состоялось на территории центра. Отметим, что до священного месяца Рамадана осталось чуть меньше месяца. Для богослов в струящейся мечети также провели экскурсию. Им показали проделанную на сегодняшний день работу. В здании идет стяжка пола и перекрытие крыши. Строительство ведется ежедневно. Имамы городов и районов республики приехали сюда посмотреть, как продвигается стройка. И здесь возникло общее такое предложение, чтобы провести большие ифтары городов и районов в нашем духовном центре, иншаллах. Уважаемые братья и сестры, мы знаем, что вот эта народная стройка, духовный центр, завершится в 2025 году. И алхамду лиллах, Аллах дал нам уникальную возможность внести свой клад в это богоугодное дело. Давайте вместе построим духовный центр. В республике среди нуждающихся распределили 8 тысяч продуктовых наборов на общую сумму 5 миллионов рублей. Благотворительную акцию организовал фонд Инсан. В один продуктовый набор вошли 5 килограммов муки, подсолнечное масло, соль, гречка, рис, макароны. Для этих целей был организован денежный сбор в мобильном приложении фонда, который был закрыт в течение одного дня. Коробки с продуктами первой необходимости адресно развозили волонтеры. В первую очередь помощь оказали самым остро нуждающимся из числа подопечных фонда. Среди них матери-одиночки, вдовы, многодетные семьи, проживающие в тяжелых бытовых условиях и не имеющие дохода. Так, около 3 тысяч семей по всему Дагестану были обеспечены продуктами первой необходимости. Эта акция проходит не только в Махачкале. Говоря о 8 тысячах, я хочу сказать, что мы ее проводим сегодня во всей республике. То есть каждый муниципалитет, каждый филиал фонда Инсан в каждом городе и в каждом районе организует подобную акцию. То есть остро нуждающиеся семьи, которые находятся на попечении, сегодня получают продуктовые наборы, продукты первой необходимости. Далее мы прервемся на блог новостей в рубрике Дайджест, затем продолжим. Не переключайтесь. Отец, мать и двухмесячный ребенок погибли в результате ДТП в Кизелюртовском районе. Семилетняя дочь с различными травмами госпитализирована в больницу. Авария произошла в ночь на 9 марта на федеральной трассе «Кавказ». 32-летний житель Хазавюртовского района, управляя автомобилем ВАЗ-2110, врезался в бетонное ограждение. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. За минувшие сутки сотрудники ГИБДД Дагестана выявили пять нетрезвых водителей-рецидивистов. Ранее все они были лишены права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Нарушения были зафиксированы во время проверки документов в Бабаюртовском, Буйнакском, Кайтакском, Хунтеркалинском районах, а также в городе Дагестанские огни. В отношении всех правонарушителей возбуждены уголовные дела. Правительство России пересмотрело стартовую стоимость автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Теперь налогом на роскошь будут облагаться легковые авто, стоимость которых начинается не с трех, а с 10 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Ранее с таким предложением к правительству обратился глава Минпромторга Денис Мантуров. УСИН России по Дагестану возобновляет предоставление длительных свиданий с осужденными. При этом на встречу будут допускаться посетители только при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. Напомним, ограничения на длительные свидания в колониях были наложены в связи с пандемией коронавируса. И о спорте. Пояс остается в Дагестане. Боец Муслим Магомедов защитил титул чемпиона лиги ACA. На турнире в Краснодаре полутяжеловес из Махачкалы встречался с Григором Мативосяном. Поединок завершился в четвертом раунде. Магомедов повалил соперника и успешно вышел на болевой прием на руку. Эта победа стала для 27-летнего дагестанца. Одиннадцатой в карьере при нуле в графе поражений. Пояс лиги ACA боец столичного клуба Universal Fighters завоевал в июле прошлого года, нокаутировав казахстанца Евгения Егембердеева. 28 медалей завоевали дагестанцы на Кубке президента Союза Тэквондо России. Ежегодный турнир с участием около 300 спортсменов проходил в Черкесске. На татаме выходили юниоры не старше 17 лет. Единственную золотую награду республиканская сборная принес шахман Акамов. Также в копилке команды 11 серебряных и 16 бронзовых медалей. В общем зачете дагестанская дружина стала третьей. Призеры турнира в Черкесске получили путевки на первенство СКФО.